Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Что делать, чтобы ребенок не говорил плохие слова? Ребенку 6 лет. На мой взгляд, первое, что нужно сделать, это попытаться понять, о чем хочет сказать ребенок, используя слова. Нужно понимать, что слова в этом возрасте не имеют такого большого значения. Ребенка-ребенка использует те слова, которые он услышал, и системы запретов, системы фильтров еще нет. Она еще не сформировалась. Да, большой вопрос, где у кого ребенок услышал эти слова. Ну а большой вопрос, почему эти слова более предпочтительные, чем, например, другие. И здесь действительно очень важный момент заключается в том, какая атмосфера в семье, какие примеры ему демонстрируются, как общаетесь вы, человек, который задает вопрос, как общается другой родитель, ребенка, если он есть, да, как общаются взрослые, которые находятся рядом с ребенком, это очень важно. В то же время я бы не придавал такому значению словам. Более того, акцент на этих словах поспособствует тому, что ребенок может на них зафиксироваться и, как бы, ну, придавать им больше значения, чем нужно. Ну вот, что в итоге породит некоторые неприятные реакции, некоторые неприятные последствия в будущем. Поэтому ваша задача понять, что ребенок хочет сказать. Ваша задача услышать его, не взирая на слова, потому что эти слова не имеют такого значения, как, например, им можете предать вы. И ваша задача демонстрировать ему альтернативные способы выражения тех же чувств. В то же время вам нужно донести до него ваши отношения к этим словам и донести до него, что вам, например, неприятно их слышать. И так да. Вот, пожалуй, как-то так. Так, если у ребенка с, допустим, родителем хорошая связь, если ребенок находится в комфортных, доверительных, если угодно, отношениях с родителем, то кто, как говорит родитель, в принципе, является преподавательным. Вот. И если во взаимодействии с родителем ребенка ощущают большое количество, например, контроля, большое количество, например, кодоподавления, авторитарного давления и прочее, то да, могут возникать такие вот истории. Здесь вам необходимо этот момент подкорректироваться уже в себе. А в себе же вам нужно подкорректировать момент, связанный с возможным напряжением в семье, с возможной агрессией в семье, с возможной недоговоренностью в семье, да, когда люди, ну, не говорят откровенно то, что их волнует, а окольными путями пытаются выражать то, что их беспокоит. В этом случае ребенок может чувствовать тревогу, в этом случае ребенок может чувствовать даже страх, и подобные слова могут способствовать, конечно, какому-то отреагированию вот этих вот чувств, возможно, для ребенка еще непонятно. Вот, поэтому дело не в том, чтобы ребенок не говорил какие-то слова. Вы хотите от него отобрать что-то. Но прежде чем что-то отбирать, нужно сначала дать, нужно сначала подумать, как, ну, как дать ребенку то, что нужно ему, да. Поэтому я бы вот не рекомендовал вам концентрироваться на том, чтобы ребенок там что-то переставал делать. Вот, я бы больше концентрировался на том, чтобы дать ребенку как можно большее количество способов отреагировать те переживания, да, те эмоции, которые у него есть. И само собой тогда произойдет то, что ребенок не будет придавать значение какому-то конкретному способу. Вот, не будет на этом центрироваться, и, соответственно, внимания на этом зазраться не будет, эти слова у него не приживутся. Напротив, запретом, да, какими-то вот мерами такими, скажем так, несколько жесткими, да, вы только поспособствуете тому, что ребенок будет выделять эти слова как, ну, триггер, запускающий ваши какие-то эмоции. Вот. Как он на это отреагирует, мы пока не знаем, потому что очень мало информации для анализа прямо сейчас. Вот, на этом все, я надеюсь, что вам это было полезно, интересно, желаю вам всего самого доброго, удачи.